Вольное экономическое общество России и Международная академия менеджмента при поддержке Совета Федерации подвели итоги традиционного ежегодного конкурса на лучшего управленца в различных отраслях бизнеса. Отбор самых толковых и эффективных кандидатов идет так. Общество обращается к регионам. Те предлагают лучших, а среди них уже делают выбор по специализации моргкомитет. Так что участие властей здесь минимальное, и решения соучредителей премии выглядят совершенно объективными. Награждение победителей 2017 года состоялось в красивейшем Екатерининском зале Московского музея заповедника Царицына. Церемония была лаконичной и теплой. Среди лауреатов премии Элла Памфирова, главный организатор недавнего марафона по выборам президента России. Я, конечно, очень взволнована. Я вообще очень, знаете, щепетильно отношусь к разного рода премиям, не к правительственным. Далеко не всегда была согласна их получать. Но сегодня делаю это с большой, великой радостью, с таким сердечным подъемом, с самыми лучшими чувствами. Потому что уважаемые, замечательные организации учредили эту премию. Неконъюктурные, авторитетные, очень уважаемые, которые на протяжении многих лет свои принципы блюдут и делают свое дело, в результате которого жизнь становится лучше. Поэтому огромное вам спасибо. Мне очень приятно, что вы оценили мой очень скромный вклад в то самое великое и большое событие, которое произошло в нашей жизни. Оно действительно очень важнейшее событие. Строительство и торговля, образование и медицина, Волгоград и Югра, подмосковные Люберцы и Челябинск. Разнообразие видов деятельности и география регионов поистине широчайшие. Среди победителей удостойных наград и ветераны, и серьезный процент молодых героев труда. В номинации «Международное сотрудничество» наше внимание привлекли коллеги из Китая. Сами в Москву не смогли прибыть, их интересы представлял глава Евразийской академии телевидения Валерий Рузин. Если говорить о Китае, то телевидение провинции Хилуцзян, которое нынешний победитель представляет, она руководитель документального производства замечательного фильма, то мы сотрудничаем уже более 10 лет. И как раз с развитием политического союза Китая и России это сотрудничество с каждым годом все крепнет. И поэтому вот такое многолетнее, не сиюминутное вот как бы здесь конъюнктура, а это замечательная работа, она целеустремленная, многолетняя. И недаром мне сказал, что мы ждем, а не приедут делегацию провинции Хилуцзян, именно профессионалов кино и телевидения, на 14-м Межсевастопольском международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм. Удивляться не приходится, что лауреатом из ближнего, а точнее братского зарубежья, стал легендарный журналист Гамлет Гущан. Ученик великого Николая Озерова, Гамлет сначала блистал на армянском телевидении и радио как спортивный комментатор, потом стал популярным ведущим социальных и благотворительных ток-шоу и всегда нес функцию общественного, народного посла Армении в России. Вы смотрите наши репортажи из Москвы. Это армянское телевидение. Дорогие друзья, сегодня здесь происходит конкурс прекрасный, менеджер года. Я очень рад, что в номинации международное сотрудничество я получаю такую награду. Не забудьте, что Армения одна из немногих стран, куда граждане Российской Федерации могут приезжать своими внутренними паспортами. Спасибо! Академия Гущана подготовила сотни профессионалов по всем телеспециальностям. От корреспондента до звукооператора. Я Гамлет Армейсович знаю, еще когда мне было 10 лет. Помним его репортажи из чемпионата Советского Союза по футболу. И мне очень приятно сегодня здесь присутствовать и видеть своими глазами, какую оценку дали его коллеги. Действительно, где Гамлет Армейсович, там успех. Вот в Армении на данный момент почти 16 каналов, телеканалов. И можно сказать, что почти половина из них это благодаря Гамлете Гущана. Потому что, кроме того, что он великолепный журналист, хороший человек, хороший друг, он еще хороший организатор. Именно он в Армении создал Академию телевидения, где почти 90% его учеников сейчас работают и трудятся успешно во всех каналах армянского телевидения. Увлеченный новыми проектами, Гамлет недавно частично передал бразды правления Академии своей супруги, Арминой Авдолян. Госпожа Авдолян, она руководит сейчас Академией телевидения Армении. И регулярно в Москву на фестиваль Севастополь приезжают студенты Академии. Они активно участвуют в работе фестиваля. Они приводят замечательные работы. И очень радостно, что мы можем по достоинству их оценить. Среди награжденных по итогам 2017 года оказался еще один человек, который тоже вполне органично играет роль связующего звена между Россией и Арменией. Он неоднократно номинировался на премию, но впервые стал ее лауреатом. Зеленоград, он был, это отдельный город, в принципе, он всегда был как отдельный город. То есть, вроде как округ, и в то же самое время отдаленно от Москвы. То есть, он находится как раз на 41-м километре, где деревня Крюково. То есть, все это, в принципе, знают. Как раз оттуда прах солдата неизвестного с могилы с 41-го километра перевозили, перенесли в свое время. То есть, в принципе, вот так. Дирекция является заказчиком на производство работ в округе. Ну и другие направления, много разных интересных направлений, которые, в принципе, выполняет дирекция. Вардану Карпову, естественно, быть в ряду победителей. Его отец возглавлял в Армении знаменитый медно-молебденовый комбинат в Каджаране. Был героем социалистического труда. И хотя армянский язык Вардан знает в умеренном объеме, на исторической родине бывает постоянно. И в семье многие традиции хранит. У меня там по линии отца брат Василий. То есть, в прошлом году были, видели родственников. Брат отца жив до сих пор. То есть, в принципе, виделись. Так общаемся. Многое знаю. Стараюсь почаще приезжать, но не всегда получается. В доме какую-то традицию подержите? Там, чтобы шашлык сделать на воздухе? Ну, это всегда. Всегда. То есть, шашлык, что-то остренькое, что-то вкусненькое, что-то жареное. В обязательном порядке. В конце церемонии лауреаты и приглашенные много и неформально пообщались. Что естественно. Искусство менеджера – это не только умение принимать награды, но и способность находить и поддерживать взаимовыгодные партнерские контакты. Продолжение следует...